Викторианской аптеки Но когда-то бывшего настоящим новшеством Они хотят оживить аптеку, искать ингредиенты, готовить лекарства и продавать их Но учитывая, что в те времена в кремы для кожи добавляли мышьяк, а лекарства от простуды содержали опиум Команда должна состоять из надёжных людей Они будут изготавливать только безопасные версии традиционных лекарств и применять их для лечения не менее надёжных пациентов-добровольцев Вначале всё было как на Диком Западе Никто не знал, что хорошо, а что плохо Нужно вращать быстрее Аптека так или иначе влияла на жизнь каждого человека Они перенесутся в эпоху социальных перемен, когда забота о здоровье впервые оказалась доступна обычным людям Предвещая перемены в потребительской модели Эти перемены вышли далеко за рамки медицины и создали основу для современной коммерческой фармацевтики Викторианская аптека Пережив эволюционные изменения аптеки за 50 удивительных лет, аптечный магазин Барбары Годман приближается к концу 19 века В периоду, когда аптеки пытались угнаться за быстро меняющимся миром новых возможностей И женщины также вступали в новую эру Приближается конец нашего исследования аптек 19 века В ней не терпится надеть одежду, более подходящую для деловой женщины конца века А такие были Они хотели это подчеркнуть и поэтому одевались почти как мужчины, чтобы обратить внимание на свои деловые качества Появились женские костюмы для тех, кто хотел показать, что они заняты делом Что они работают по профессии не хуже мужчин Думаю, в такой одежде я могу покорить мир фармацевтики Теперь аптека вступила в эпоху научного прогресса Старые догадки о причинах болезней и методы их лечения уступили место прочно утвердившимся методам современной медицины Но хотя другие мелкие торговцы продолжали придерживаться своего основного бизнеса Аптекари хватались за каждую возможность расширить ассортимент товаров и услуг Выйдя за рамки продажи лекарственных средств, теперь викторианские аптеки торговали широким ассортиментом товаров Который был бы уместен и в современных аптеках Вот чем закончился весь 19 век Можно сказать, кульминация К тому все и шло, разве нет? Внезапно появились научные знания Мы впервые продаем товары других изготовителей Больше не делаем их сами Аптеки стали похожи на универмаги Аптекари использовали знания химии и материалы со своих полок Для одного из самых модных увлечений века Готово! Дайте мне кассету Благодарю! Фотограф Терри Кинг демонстрирует последние технологии Фотографию изобрели в самом начале правления королевы Виктории Но настоящий бум начался в 80-х годах 19 века Упрощенная версия оборудования позволила заниматься этим и фотографам-любителям Для аптек это означало увеличение прибыли Ведь они могли поставлять химикаты, печатать фотографии и продавать камеры Ладно Хорошо Так, проверю еще раз фокусировку Внимаю кассету Готовы? Сейчас вылетит птичка, не двигайтесь Большое спасибо, я закончил Позже, после того, как Терри обустроит новую проявочную Том научится проявлять фотографии Сейчас ранняя весна И в полях недалеко от Шропширской аптеки Барбары Гудман Начали прорастать кое-какие лечебные растения Ника и травница Элеонор Галлия Отправились на поиски одного из самых эффективных природных болеутоляющих Так что за растения мы ищем? Лобазник Филипендула улмария Красивое название Красивое Очень, я бы взял в жены кого-нибудь с таким именем И для чего его используют? Он стимулирует пищеварение Успокаивает желудок Помогает от ревматических болей Патагонное средство Используется при потоотделении на ранней стадии лихорадки Ясно И что-то я его почти не вижу Ростки еще слишком маленькие Вот они, здесь есть немного Значит, эффект частично зависит от времени года, когда его собирают И, видимо, от частей растения Должны ли были травники и аптекари уделять этому внимание? Конечно Это чрезвычайно важно Особенно если по традиции травники сами собирали травы Сами их подготавливали и готовили настойки и лекарства Тогда соберем немного лобазника? Да Но нельзя забывать, что это всего лишь молодая поросль Она помогает от повышенного потоотделения при лихорадке на ранней стадии Но основное действие Снижение кислотности и приятное успокоение желудка Лобазник помогает слизистой вырабатывать щелочь Она защищает внутренности от кислоты, которая производится в процессе пищеварения И мы сделаем из него настой, что-то вроде чая? Да Главное для настоя готовить его в теплом чайничке С крышкой Да? Это очень важно Тогда сохранятся все эфирные масла Понятно Эфирные от слова эфир Воздух Правда Эти масла так и норовят испариться Добавьте горячей воды, и они улетучатся Так что нужно это предотвратить с помощью крышки Руд собрала сырье для продукта, который скоро станет одним из самых продаваемых товаров из-под полы Я собираюсь делать презервативы Это бараньи кишки Разумеется, это тонкая кишка, а не толстая Не самое приятное занятие Запах противный И руки пачкаются Я отделила кишку от желудка, и теперь выдавливаю наружу оставшиеся в ней содержимое Это кишечник, так что в основном здесь полупереваренная трава Ой, разорвала сбоку Не думаю, что кто-нибудь и вправду это наденет Так что, скорее всего, ничего страшного Но так хочется все сделать правильно Мне нравится экспериментировать Я хочу создать действующую модель Так что мне придется проделать ряд процедур, пока не получу готовый продукт Вначале нужно кишку замочить, потом вывернуть наизнанку, чтобы убедиться, что внутренности полностью вычищены Затем ее нужно вымочить, слегка обработать и простерилизовать с помощью щелочи Затем окурить серой, тоже для полной стерильности, и потом можно будет придать ей нужную форму Залью щелочью на ночь и сменю ее утром Презервативы в той или иной форме применялись веками Вначале избранные кишки, потом после изобретения вулканизации из резины Но они не оказывали особого влияния на уровень рождаемости Их использовали почти исключительно для того, чтобы мужчины могли защититься от венерических заболеваний во время веселого времяпрепровождения Желая охватить все новые возможности 90-х, аптеки начали предлагать новый вид услуг Бережное удаление зубов Поскольку на каждые 8,5 тысяч населения приходился всего один квалификационный зубноврач, большие деньги приносило удаление зубов Дантист на пенсии, изучающий историю зубоврачебной практики профессор Стэнли Гелбия, будет обучать Тома Я одного не пойму Стэнли, ведь я ученик аптекаря Почему же именно я должен рвать зубы? Ответ прост Ты будешь всего одним из многих, кто удалял зубы в то время В Лондоне многие хирурги дополнительно занимались удалением зубов За пределами Лондона зубы рвали люди других профессий Например, кузнецы Они изготавливали инструменты и тут же ими пользовались Еще пастежоры, серебряных дел мастера и многие другие Спрос, наверное, был большой В каком же состоянии были зубы викторианцев в то время? У многих были плохие зубы Проблема была в сахаре, как всегда Рды были полны плохих зубов, десенных абсцессов и прочих гадостей Ужасны были и вид, и запах Дело было в том, что лечение зубов тогда было ужасным И люди не спешили лечить зубы, пока это не становилось насущной проблемой Итак, начнем и посмотрим, что получится Что мне нужно будет использовать? Попробуем один из ключей Эффективный и болезненный способ удаления больного зуба с помощью зубного ключа Был самым распространенным в то время Ранние модели могли даже не иметь ручки Прямые куски металла Этот более совершенный и удобный Его легче держать Может, сначала испытаем на твоем пальце? Ладно Давай, мы не станем отрывать тебе палец Я просто закреплю его Посмотри А теперь чувствуешь, как я медленно его поворачиваю? Ой, да Крепко держится? Да, довольно неприятно Значит, не будем продолжать Ладно Попробуй ты Хорошо Попробуй на макете Тогда мне нужно зайти сзади Но ты не можешь этого сделать Тогда упрешься в затылок и горло Точно Это делают через рот Понятно Так, рот спереди Закрепи ключ на зубе Так Закрепил и быстро дергай Все, зуб вырван Ух ты Теперь понятно, сколько вреда могла причинить эта штука Верно Нередко зуб не выходил целиком, а ломался Иногда, конечно, его вырывали полностью Но часто повреждали десну и кость вокруг зуба И сам процесс был ужасен В те времена не было анестезии И вырывание зуба было чертовски болезненным Это небезопасная техника для рта пациента Чтобы избежать ужасов удаления зубов Более зажиточные клиенты полагались на зубной порошок Который специально для них изготавливали аптекари Сейчас я измельчаю мир Она используется для изготовления зубного порошка Предшественника зубной пасты Этот порошок представлял собой смесь из разных ингредиентов В ту эпоху не использовали пасту по ряду практических причин В частности, еще не были придуманы тюбики для паст, которые мы используем сейчас Только после того, как в 90-х годах 19 века изобрели тюбики из мягкого металла Стало возможно класть в них пасту, запечатывать и использовать так же, как мы это делаем в наши дни А вначале я смешаю мел с маслом перечные мяты Немного корня фиалки Это растительный ингредиент Образовались комочки из-за смеси мела и масла, которые создают комковатость Но мы попытаемся от них избавиться Все равно будем просеивать перед тем, как продавать До того, как назвать эту смесь готовым продуктом Иногда аптекари добавляли в зубной порошок молотые панцири моллюсков, кирпичную пыль и даже измельченный фарфор для улучшения абразивных свойств Сюда же пойдут мыльные хлопья Мыло использовалось только, представьте, для чистки зубов Но умение правильно смешать ингредиенты играло важную роль Какой прок разбавлять один ингредиент другим, если может остаться концентрированный комок, который может навредить покупателю или даже отравить его? Я боюсь кому-либо предлагать этот порошок, поэтому прежде чем делиться с другими, вначале нанесу его на собственные десны Ответственность всегда была спутником аптекаря, поэтому разного рода проверки играют такую важную роль в фармацевтике Ведь стоит допустить небрежность, что часто случается в жизни, и можно серьезно навредить кому-нибудь другому Но я уже близок к тому, чтобы можно было его опробовать Сейчас просеем немного Выглядит неплохо Добрый день, Добрый день, Хелен Это то, что я буду пробовать? Да, это оно Большое спасибо, что согласились Хелен Райт исследует заболевание зубов и идеально подходит для того, чтобы оценить качество и привлекательность продукта Ника Порошок будет продаваться в небольшой баночке, и к нему будет прилагаться щетка У меня широкий выбор зубных щеток Итак, вы готовы попробовать? Да Выбирайте щетку Возьму эту, красивая и маленькая Ладно, и попробуйте, посмотрим, сколько прилепится порошка По-моему, порошок отлично липнет к щетке Очень хорошо Сейчас попробую Я тоже Пальцем Вы все еще на ногах, так что это хорошее начало На что похоже? Он достаточно активный Я чувствую, как у меня губы и десны пощипывают Да, действительно Это от Мирры Жду, будет ли послевкусие Чувствуете запах мяты? Да, на мой вкус ее слишком мало Нет, чувствуются абразивные частицы на зубах, я чувствую их пальцем Если использовать щетку, ощущается, что зубы стали чище Да, думаю, мы будем это здесь продавать Вот баночка, чтобы вы могли взять с собой немного порошка И щетку Спасибо большое Спасибо, что зашли До свидания До свидания Ник собирается опробовать природное более Удаляющее средство лобазник, который они насобирали с Элеонор Привет, Элеонор, как дела? Привет, Ник, ты вовремя чайник только что закипел Чудесно Значит, я могу попробовать отвар из лобазника? Конечно, конечно Почувствую себя викторианцем, принимающим природное средство Да Новый опыт Нужен теплый чайник Во времена королевы Виктории с болью не боролись Тогда считали, что боль – это послание от Бога В качестве наказания Да, когда начали использовать хлорофорум для того, чтобы уменьшить боль во время родов Многие религиозные лидеры возражали Говорили, что это противно Божьему замыслу Этому нововведению сильно препятствовали Было много возмущенных Люди говорили, это против Божьей воли Чтобы унять боль, в основном использовали природные средства Но единственными природными средствами были опиум и каннабис Королева Виктория использовала при менструальных болях каннабис И что об этом говорили священники Не знаю, наверное, им не говорили Отлично Спасибо Отвар лобазника Ммм Плотковатый, даже запах тонизирует Да, приятный миндальный Твое здоровье, Ник Твое здоровье Очень вкусно Я ожидал ведьмовского варева, но это очень вкусно Тысячи лет лечебные растения вроде лобазника и ивы применялись для снятия боли Но к концу 19 века ученые обнаружили, что болеутоляющие свойства растений Зависят от химического вещества Салициловой кислоты И ее можно было извлечь с помощью нового лабораторного оборудования Добывая солициловую кислоту из лобазника и ивы Можно было создавать разные болеутоляющие средства Она является главным компонентом в современных безрецептурных болеутоляющих, например, в аспирине Это источник салициловой кислоты, кора ивы Ясно, обычные ивы? Да Если пожевать, на вкус она горькая Гиппократ в 400 году до н.э. прописывал настойку ивовых листьев и коры, чтобы уменьшить боль при родах Нам уже 2500 лет известно, что это болеутоляющие Да Салициловая кислота уменьшает боль, а также является жаропонижающим Верно, снижает жар при высокой температуре Служит противовоспалительным То есть помогает при ревматизме и других воспалениях, например, дёсен При любых воспалениях Она помогает их вылечить Своего рода чудо-лекарство Так и есть Его до сих пор используют для лечения бородавок Да? Сильно концентрированную, правда? 60% раствором прижигают бородавки Вначале нужно размолоть кору Да Если Ник и учёные Майк Булливан смогут извлечь салициловую кислоту из ивовой коры Ник сможет изготавливать обезболивающие средства и продавать их в аптеке Размололи теперь Как её извлечь? Добавить эфир Эфир? А зачем нам эфир? Эфир растворяет салициловую кислоту Теперь дождаться, пока осядет Видите мелкие частицы? Когда они осядут, мы выпустим эфир Которые содержат салициловую кислоту Отлично Рут обнаружила, что для изготовления презерватива из бараньих кишок нужно терпение Щёлочь сильно изменила внешний вид кишки Она стала белее Намного бледнее, чем была И, похоже, утратила всю слизистую оболочку Теперь мне нужно окурить её парами серы Правда, не указано, для чего это нужно Я думаю, для стерилизации Подвешу-ка я её временно на верёвку Для окуривания используется сера Я взяла немного в лаборатории Старая добрая сера Мне нужно её зажечь Ещё я нашла в лаборатории этот викторианский сосуд для окуривания Мне нужно заполнить его дымом И положить внутрь эти кишки Пары серы очень ядовиты И это хорошо, потому что убивает насекомых Нужно следить, чтобы люди тоже при этом не погибли Кажется, пошла реакция Помещаем внутрь Закрываем крышкой Странно выглядит Вроде делаем презерватив И похоже на школьный лабораторный эксперимент Кажется, дым рассеивается Видимо, всё готово Теперь нужно их вымыть И нарезать кусочки нужной длины Не хочу обидеть своих клиентов неподходящим размером Вот так Завяжем Боже мой, как не хочется делать то, что надо сделать дальше Очень не хочется этого делать Написано, что мне нужно их надуть, чтобы они стали нужного размера Так чудно, что даже слов нет Развесить их на верёвке и высушить Готовый презерватив из бараньих кишок был дорогим удовольствием Поэтому после использования их, как правило, стирали и хранили до следующего раза К концу 19 века появилась альтернатива удалению зубов Благодаря изобретению педального бора Для тех, кому позволяли финансы Появилось пломбирование Кажется, мы уже обо всём поговорили Кроме этого инструмента Да Это, наверное, педальный бор Да, это называлось педальный бор Такой бор появился только в году 1870-м Работает он так Ты двигаешь ногой педаль вверх-вниз Колесо крутится, запускает шестерёнки И начинает вращаться сама насадка Трудно запустить эту штуку Конечно, если подёргать, будет быстрее А, если начать так, то это экономит время Да, так проще начать, но нужно поддерживать скорость Смотрите, работает Это не просто ты молодец Нужно попасть в ритм Верно Нужно концентрироваться на этом И ещё на своей руке и зубах пациента Всё одновременно И при этом ещё внушать доверие пациенту, да? Да Нужно одновременно думать о стольких вещах Надо же Совершенно верно Чем быстрее ты крутишь, тем лучше Тогда меньше вибраций при сверлении зуба Я попробую Уже неплохо, но недостаточно Попробую вращать быстрее Вот так хорошо, скорость большая Не сбавляй Теперь беру бор Медленно подводи его к зубу Хорошо, чем быстрее вращать, тем лучше Действительно сверлит Да Жутковато и здорово Получается дырочка Ой, промахнулся Попал Отлично Почти профессионал Но подумай о вибрации Пациент её ощущает в гораздо большей мере О да, вся челюсть Ужасная вибрация Вся челюсть трясётся Видишь, как приподнимается? Чувствую себя плотником Не забудь, что дунуть не получится Если это будет род пациента Верно, да Для этого есть шприц Воздуходувка Очень трудно быть точным Бор ходит по всему зубу Это верно Поцарапал Простите, сэр, я поцарапал ваш зуб Причём пациент всё время будет ёрзать Ты выбил ему зуб О нет Сэр, всё будет хорошо Зуб прирастёт обратно Но ты, по крайней мере, понял саму идею Да, это здорово Наверняка тогда это дорого стоило Конечно, дорого Так дорого, что бедняки Обычно не могли себе позволить пломбы Они дожидались сильной зубной боли И удаляли зуб Некоторые, ближе к концу столетия Удаляли все зубы Когда им исполнялся 21 год Особенно женщины Они стремились удалить все зубы До замужества, чтобы сэкономить деньги Будущего мужа Правда? Да, нет зубов, нет проблем Надо же, были вставные зубы У бедняков не было вставных зубов Только у среднего класса и богачей Большое спасибо за консультацию Пожалуйста Хочу ещё попробовать Давай Дверь закрою Никто не узнает Уже лучше выходит Да Думаю, я был бы заядлым дантистом Думаю, мне бы чрезвычайно понравилось Искать малейшую проблему, которую я могу исправить Наверняка я бы не обошёлся простым удалением зубов Очень уж мне понравилось Орудовать этим бором В лаборатории Ник и Майк выделяют из ивовой коры болеутоляющее вещество Салициловую кислоту Что это в воронке? Это кусок ваты Я пропущу раствор через вату, чтобы отфильтровать волокна Ясно Все волокна в растворе эфира На другом конце фильтра окажется раствор эфира салициловой кислотой и другими примесями Дальше придётся избавиться от примесей, чтобы получить как можно более чистую салициловую кислоту Думаете, получение салициловой кислоты было стоящим занятием для аптекарей в плане стоимости ингредиентов и так далее? Получаемый объём был мал Подозреваю, что и у нас получится очень мало кислоты Ясно Не ожидайте многого, но это окупалось при наличии времени Да Поскольку ивовая кора была бесплатной Понятно? Да, но требуется время и терпение Море времени Но куда нам спешить? Отделяю от жидкой мази Выливаем эфир Да, выливаем А как же салициловая кислота и примеси? Примеси Чтобы отделить салициловую кислоту от других веществ из коры Вначале нужно превратить её в соль с помощью углекислого натрия Более известного как хозяйственное сода Если хорошо взболтать, эти два слоя перемешаются Оба слоя отделены друг от друга Отлично Затем Майк добавляет разбавленную серную кислоту Чтобы превратить соль в салициловую кислоту Ух ты Это нейтрализует соду Ясно И снова превратит её в кислоту Видите? Цвет изменился Видите белый осадок? Видите его? Да, вижу Это формируется салициловая кислота Белая салициловая кислота Белая стойкая пена Сейчас всё выглядит неплохо Получается салициловая кислота Хорошо выглядит, удивительно 3-4 стадии мы получили из древесной коры чистый химический продукт Почти чистый химический продукт Думаю, стоит остановиться Я добавил достаточно кислоты Нужно дождаться осадка Удивительно В 19 веке не было эффективного контроля над рождаемостью И нежелательная беременность была обычным делом Однако появились таблетки Которые позволяли контролировать менструальный цикл У таблеток был побочный эффект Если принять их во время беременности Они могли спровоцировать выкидыш Мрачные предупреждения на упаковке Делали эти таблетки привлекателями для женщин Которые отчаянно желали избавиться от плода Этот факт не остался незамеченным для аптекарей Они бойко занялись торговлей женскими таблетками Было непросто прийти и открыто купить женские таблетки Хотя у них было вполне оправданное предназначение Но поскольку все знали, что их используют для абортов Это было очень щекотливым делом Это было незаконно, считалось аморальным И противоречащим учению церкви И общественность противилась такому их использованию Это не одобрялось И, конечно, было опасно Принимая большие дозы вещества, токсичного для организма Можно было сильно заболеть Множество женщин умирали при попытке спровоцировать аборт На витрине аптеки Рут нашла еще одно скрытое средство контрацепции Наверняка это одна из самых замечательных вещей, которые я нашла в аптеке Универсальный душ Звучит вполне обыденно Но это было одно из первых широко распространенных средств контрацепции В упаковке ничего не поймешь Слишком общее название Универсальный душ Способ применения Смотри на внутренней стороне крышки И только открыв и прочитав Универсальный вагинальный душ Начинаешь все понимать Он открыто стоял на полках Поскольку для вагинального душа Существовали медицинские рекомендации С его помощью поддерживали гигиену влагалища Нужно было быть посвященным, чтобы знать о его применении для контрацепции Сотни лет души считались одним из самых популярных методов контрацепции На самом деле они практически не помогали И даже увеличивали шансы забеременеть Контрацепция вряд ли занимала умы большинства мужчин Которые приходили за презервативами из бараньих кишок Наподобие тех, которые сделала Рут Поскольку покупали их в основном для защиты от болезней А не от беременности Мужчины покупатели ожидали от аптекаря конфиденциальности Конечно, торговля велась по собственному усмотрению Только среди мужчин Никому не нравилось, когда лезли в их личную жизнь Так что при покупке подобных изделий Хотелось доверять продавцу Было два главных момента Первый Прежде всего не хотелось, чтобы кто-нибудь знал о том, что ты купил презерватив И второй Ты должен был быть уверенным в качестве продукта В том, что тот не подведет Поскольку тогда чаще ходили пешком Большим спросом пользовались способы уменьшить боль в ступнях Местный предприниматель Ричард Илли решил узнать, что может ему предложить для этого викторианская аптека У меня очень болезненная, но очень маленькая мозоль с внутренней стороны пальца Понятно, я вижу здесь воспаление Боль идет от мизинца Поднимается до колена и так больно, что я даже задумывался об ампутации мизинца Правда? Все так плохо? Да У Руд появилась возможность применить салициловую кислоту иным способом Концентрированная кислота, которую приготовили Ник и Майк в качестве обезболивающего Можно также применять от бородавок и мозолей Викторианское чудо-лекарство, которое должно было всерьез изменить методы лечения Это салициловая кислота Салициловая кислота? У меня есть Это современное лекарство, салициловая кислота Так что здесь есть разные вещи, помогающие ее применять Ее можно использовать и в жидком виде, а можно в виде маленького пластыря от мозолей О, да Были такие пропитанные лекарством пластыри от мозолей Ясно Я только... Только сбоку Только здесь, да? Да Вот это место, сейчас Когда она подсохнет, станет белой, образует пленку, удерживающую активный лечебный ингредиент Она, по сути, сжигает кожу? Да, что-то вроде Медленно выжигает всю воспаленную зону и помогает избавиться от заражения, скажем так Только было, только было и пропало Возьмите с собой и капайте каждый день в то же место Если капать каждый день, мозолей не будет Теоретически, да Ник готов заполнять тем же веществом, салициловой кислотой, которую они с Майком приготовили, капсулы из рисовой бумаги Как получатся готовые лекарства? Как современному фармацевту, ему раньше не приходилось этим заниматься Вот, Ник, твоя салициловая кислота Прекрасно, отличная работа В прошлый раз в воронке с фильтром она была такой Да Я сказал, что очищу ее с помощью рекристаллизации Да, и вот результат Удивительно, такие длинные иглы Но тебе нужен был абсолютно чистый продукт Да Когда я взял эти иглы и провел их рекристаллизацию Когда я закончил, получились эти сверхчистые иглы, которые я измельчил, как ты и просил Отлично Это чистейший продукт Теперь я заполню ею эти капсулы, мне придется смешать В каждой капсуле будет очень маленькая доза, поэтому я смешаю с чем-нибудь, что не вредно глотать, например, с лимонной кислотой Ясно Тщательно перемешаю, а потом заполню каждую капсулу Разложу вторые половинки здесь, накрою, и они слипнутся Знаешь, есть такие конфеты, похожие на летающие тарелки С чербетом внутри Да, знаю Да, точно Две половинки из рисовой бумаги с чербетом в середине Во рту капсулы тают и высвобождают чербет Ведь стоит намочить рисовую бумагу, как она растворится и высвободит порошок Прекрасно Покрупиться Понятно Не бери эти образцы, они не очищенные Ясно, работай вот с этим Отлично Спасибо, друг До встречи Так, посмотрим, что выйдет Это будет верхняя часть капсул Они очень хрупкие, я боюсь их повредить Не знаю, насколько сильно их можно сжимать Ну, с Богом Увлажнили Теперь сложить, прижать и надеяться Это все, что нам сейчас остается Держим кулаки на удачу Ух ты, смотрите Прекрасно Теперь с помощью этой штуки выталкиваем их Я остался очень доволен Я и не думал, что они могут настолько хорошо получиться Посмотрите, идеальные капсулы Надежно слиплись Слышно, как порошок шуршит внутри Мы наблюдали уникальный процесс, которого сейчас не увидишь В наши дни все производится на заводах по стандартам А мы начали с ивовой коры природного продукта И посредством химического процесса извлекли из нее ключевой компонент Затем заполнили определенной дозой кислоты эти капсулы И теперь готовы их продавать Точно так же, как делали в викторианскую эпоху Салициловая кислота была эффективным, болеутоляющим средством Но раздражала желудок Большой прорыв свершился в 1899 году Когда на рынке появился аспирин Измененная версия кислоты с меньшими побочными эффектами Независимо от содержимого капсулы Они позволяли аптекарям предварительно дозировать лекарства Сложнее всего пациентам было их проглатывать Студент Том Чандлер вызвался попробовать одну Порошок находится внутри И две половинки, согласно текстам того времени Их предлагается проглотить как устрицу Ладно, еще какой-нибудь совет будет? Если ты никогда не ел устриц, то этот ни к чему Точно, тебе придется разобраться самому Ладно, будешь пробовать? Да, почему бы нет? Отлично, начнем Макай в воду Немного мочить? Хватит В рот Как можно глубже Да, и глотай Кажется, застряла где-то здесь Господи, большая, правда? Да уж Современные не такие большие Но она размягчится от воды и влаги твоего тела И проскользнет Я прямо чувствую, как она движется Я прямо чувствую, как она движется И где она сейчас? Где-то здесь Ясно Медленно опускается ниже Ничего доберется до желудка Еще можно было съесть сухое печенье или кусок хлеба Да, если бы она застряла, это помогло бы протолкнуть ее в желудок Понятно Там она растворяется, высвобождает лекарства и предположительно снимает головную боль О, большое спасибо Уверен, что ты рад, что наука с тех пор шагнула вперед И теперь у нас есть эспирин О, да, это радует Таблетки теперь не такие огромные Конечно, я рад Фотограф Терри Кинг устроил проявочную в лаборатории Но мы скоро узнаем, что жизнь фотографа-любителя полна опасностей Итак, Терри, мы сделали фото Что дальше? Теперь нужно его проявить Многое изменилось В конце 80-х годов 19-го века процесс стал гораздо безопаснее Но до этого, в годах 60-х, 70-х Кассеты покрывали колодием Связующим для серебряного раствора Колодии делали из пероксилина Срывоопасного вещества Да, точно Растворенного в эфире, от которого можно уснуть Это все сокращает срок жизни Значит, как фотограф-любитель, я мог прийти в аптеку И купить эту штуку, чтобы процесс стал намного безопаснее И в конце века ее продажи увеличились Именно Процесс становился настолько безопасным, что его можно было проводить на кухонном столе Прекрасно Значит, можно было продать много этой штуки? Давай ею займемся и вначале затемним комнату Хорошо, я опущу штуру Более безопасные химикаты делали фотографирование менее рискованным занятием И аптекари получали прибыль Начнем Что у нас? Это момент истины Момент истины Посмотрим, что у нас получилось Ух ты! Думаю, неплохо А ты? Отлично Очень здорово Хорошо получилось Надо же Думаю, мы можем собой гордиться Отлично Теперь нужно подвесить? Да, давай подвесим А здесь можно взяться? Вот так За самый край, да? Осторожно Так? Отлично, получилось Прекрасно Прекрасно Теперь, прежде чем напечатать фото, негатив нужно высушить К концу викторианской эпохи Среди доходы среднего класса увеличились Духи предназначались в основном для очень богатых людей Да, да А теперь все изменилось Значительно В ту эпоху только начиналось массовое производство и разработка торговых марок Можно было продавать одеколон, и никто не мог сказать, что ты не вправе назвать его одеколоном Под этим названием было несколько ароматов Ясно Один назывался «Жакейский клуб», другой «Тысяча цветов», а третий «Свежескошенная трава» Они считались базовыми ароматами А аптекари, имеющие университетское образование, любящие экспериментировать и имеющие доступ к такому изобилию ингредиентов Могли использовать те же вещества, что применялись в медицине для изготовления духов Почти половина из этих ингредиентов мне знакома У нас полный ящик миры Понятно Это сандаловое дерево, да? Это сандал У нас его полно вон в том ящике Здесь много ингредиентов, которые мы применяем в медицине Неужели мы и другие местные аптекари могли бы с легкостью создавать собственные духи? Многие из них так и делали Да? И я уверен, что большинство из рецептов того времени попросту возникли из подручных средств Можете дать совет, как приготовить свои духи? Что нужно делать и, возможно, как их правильно назвать? Каким будет подходящее название? Возможно, нужно упомянуть королеву Викторию И неплохо было бы как-то их связать с имперскими колониями, с Индией Это сандал из Восточной Индии, самый лучший Какой сильный аромат Это один из лучших ингредиентов для духов А королева Виктория ведь является императрицей Индии Императрица Индии Совершенно верно По-моему, звучит немного лучше, чем жакийский клуб Правда? Ну, значит, теперь осталось решить, как создать приятный аромат Два вида масла и эссенции особенно ценились в то время, но не применялись в парфюмерии из-за заоблачной стоимости Первое – это розовое масло Второе – сандаловое дерево из Майсура И мы используем оба, потому что хотим приготовить по-настоящему роскошные духи Да, но при этом относительно дешевые, чтобы их можно было выгодно продать Дельное замечание Мы можем использовать другие ингредиенты, например, риандер Это уже дешевле, он создает приятные верхние ноты Да, когда я сказала, что собираюсь этим заняться, парни тоже захотели Парни и духи? Ого! Да, Ник и Том тоже захотели Это можно устроить Мы подумали, что все хотим поучаствовать Почему бы не разделить духи на верхнюю, среднюю и базовую ноту? Тогда каждый из вас мог бы поучаствовать и придумать свою комбинацию, кому какая понравится Ладно, подходит? Я согласна Аптекари создавали духи, потому что у них было сырье У них были растительные материалы, ароматизаторы и эссенции И еще им нужно было зарабатывать деньги Деньги на депозит? Конечно, сэр Спасибо Согласно сведениям того времени, были целые списки обанкротившихся аптек Это было дорогостоящее занятие Требовалось создавать запас товаров, покупать или снимать помещения и так далее Много расходов К тому же нужно было получать прибыль Поэтому они обращались к любой сфере, хоть как-то связанной с их познаниями в химии, которая бы приносила доход Большое спасибо Вам большое спасибо Всего доброго Спасибо, сэр В лаборатории урок фотографии скоро поможет Тому создать снимок викторианской эпохи Он смешивает гумиарабик, клейкое вещество, иногда применяемое в приготовлении пищи Со светочувствительным химикатом, дихроматом калия и цветным пигментом Вместе они представляют собой фотографическую эмульсию, которая вступает в реакцию в солнечном свете Технология особенно привлекательная для проницательного фотографа Это похоже на изготовление краски Верно Этим занимались фотографы-любители до конца 19 века Как ни странно, нет Тогда у всех фотографов-любителей были мистер Кодек, мистер Джордж Истман А все толстосумы думали, то ли конищие делают фотографии Уж нам-то под стать нечто более художественное Этот способ изготовления фотографии похож на живопись По сути, это фотографическая акварель Теперь тебе нужно покрыть бумагу Справишься с этим? Я готов Готов, приступай Молодец Еще продолжай, продолжай Хватит Действительно похоже на нанесение краски Удивительно, насколько похоже Это все равно, что красить дверь Молодец Хорошая работа Том и Терри достигли конечного этапа фотографического процесса Для конечной стадии смесь с гомеоарабиком Нужно поместить под негатив и выставить на солнце Фотография была чрезвычайно важна для многих видов деятельности в 19 веке Да, прежде всего она была важна для военных Шпионаж, фотосъемка с воздушных шаров Практически любая человеческая деятельность в той или иной степени была связана с фотографией Впрочем, как и сегодня На солнце смесь с гомеоарабиком застывает, закрепляя пигмент на бумаге И создавая изображение, похожее на акварель Популярность этого метода среди богатых фотографов Делала и без того доходный аптечный бизнес еще более доходным Теперь я уберу стекло и негатив, и вот что мы имеем И что получилось? Есть изображение Теперь нужно смыть расплывчатые места, чтобы получить более четкое изображение Авторы многих изобретений для фотографии — аптекари Значит, аптеки занимались этим процессом, проявкой, химикатами и прочим Возможно, если ты достаточно хорошо разбирался в этой стороне аптечного бизнеса, имело смысл открыть свое дело Насчет этого нет никаких сомнений Они поставляли товар профессиональным фотографам Ну да И, конечно, миллионам фотографов-любителей по всему миру Теперь нужно вывесить снимок на просушку Отличная идея Ну да Ник, Рут и Том прошли экспресс-курс по изготовлению духов, стараясь создать аромат, который мог бы понравиться викторианцам Парфюмеры XIX века применяли научные знания к древнему искусству изготовления духов Они использовали музыкальные термины для описания аромата, который собирались создать Симфония запаха состояла из трех отдельных смесей благовоний Известных как верхние, срединные и базовые ноты, которые испарялись с кожи с разной скоростью Парфюмер Алек Лоулес предложил Тому создать стойкую базовую ноту Кажется, эти два пахнут сильнее, чем остальные три Интересно Я ведь создаю базовую ноту Да, и в чем суть? Это самые стойкие вещества, потому что у них более тяжелые молекулы, чем у веществ для верхней или средней ноты Они замедляют процесс испарения духов и испаряются последними Значит, этот запах выделяется последним Это стойкое вещество? Да, да, именно так, они последними остаются на коже Их удоверили более дорогостоящие ингредиенты Такой сильный запах Да Он скорее отпугивает Это срединные ноты, цветочные, сердце духов Ясно И эти штуки очень дорогие Ясно Ароматы оказались слишком сильными для руд Дама слишком чувствительна и нежна Вы сказали, что они не будут резко пахнуть, вы солгали, правда? Они такие Извините Ладно Видимо, вы чересчур чувствительны Вначале я понюхала все четыре После этого у меня защипало в носу Понятно Потом я подумала, что мне все равно больше всех понравилось масло бергамота, поэтому я добавила его побольше Вы говорили, что лимонные и лаймовые масла самые сильные компоненты, так что я их добавила меньше Я бы остановился на этом Тогда мне нужно понюхать Ладно Те масла перебивают запах Да Мне придется куда-нибудь отойти, чтобы понюхать Боже мой Очень похоже на апельсин Если объединенными усилиями команде удастся создать популярный аромат, духи императрицы Индии смогут приносить аптеке большую прибыль Теперь для получения духов нужно смешать эти три части Приблизительно 50% смеси составят цветочные срединные ноты Номер два Ясно 20% верхние ноты и 30% базовые ноты Понятно Правило большого пальца Удивительно Я добавлю еще немного мускуса и пару других ингредиентов Это слишком дорогие компоненты, чтобы отдать их вам на растерзание Алекс смешивает три компонента из ароматических масел, чтобы получить готовые духи Машите немного, чтобы кислород ускорил испарение Ну как? Я не нюхал отдельно ваши две ноты, но этот запах точно не похож на мой В сочетании с вашими Вообще-то неплохо Сложный запах Не нравится Да, давайте сравним Я этого целый день ждал По-моему, это смешно Всем парням духи нравятся больше, чем мне Тебе за них платить не надо Теперь нам нужна подходящая бутылочка и этикетка Да И можно начинать делать деньги Да Конечно Можно по-разному разбавлять для разных покупателей Да, для разных классов Да Это у нас вариант для высшего сословия Рут хочет узнать, станет ли императрица Индии популярными духами у местных женщин Доброе утро Доброе утро Не могли бы вы мне помочь? Я изучаю возможный спрос на эти духи Понятно Я люблю духи, правда? Очень Ясно Красивая бутылочка, правда? Красивая? Очень Пожалуйста, будьте искренни Запах очень сильный, так что вначале вдохните совсем чуть-чуть и скажите, что вы думаете Ой, да Сильный запах? Да Приятный, правда? Цветочный Я капну вам немного на кожу Ладно Слишком сильный, да? А мне начинает нравиться Это хороший знак Что-то не очень Не очень, правда? По-моему, это больше подойдет вам, чем мне Парфюмер рассказывал, что духи на разных людях пахнут по-разному Да Прекрасный запах, да? Пахнет дорогими духами Правда? Мне очень нравится В то время это были дорогие духи В викторианскую эпоху духи стали дешевле, так что даже школьные учительницы могли себе позволить время от времени купить бутылочку духов Понятно Думаю, куплю бутылочку на Рождество Вы уверены, что вам действительно понравится ими пользоваться, что они могут сравниться с современными духами? Конечно, такой сильный запах и при этом цветочный, это замечательно Мы собрались дать им название императрицы Индии, что скажете? Звучит вполне по-королевски Мне нравится Готовую фотографию Тома уже можно вешать на стену Достал для нее рамку Это фото предмет моей гордости Его так долго делать, и моего непосредственного участия было достаточно много Все равно, что писать акварелью Совсем не похоже на мгновенные фото, которые мы делаем сегодня Мы хотим повесить ее на стену, чтобы люди приходили и говорили Как красиво! Как вам удалось такое сотворить? Да Видите, вот аптека, а вот мы Немного похожие на призраков Ник, Рут и Том отследили эволюцию аптеки на протяжении почти 60 лет викторианской эпохи Заново пережили революцию в общественном здравоохранении Благодаря которой в каждом британском городе открылось по аптеке В современных аптеках продается огромное количество товаров И все благодаря предпринимательскому духу викторианских аптекарей К моменту смерти королевы Виктории в 1901 году аптека уже прочно укоренилась Как коммерческое заведение, известное нам сегодня Я почти закончил Как у вас дела? Я тоже почти закончил Такое долгое путешествие, правда? Я теперь смотрю на аптеки совсем по-другому Совершенно иначе Ведь мы всегда воспринимали их как должное Вижу, ух ты, посмотри, поднимается Теперь я ценю умения, опыт и знания аптекарей намного больше, чем в начале эксперимента В 19 веке произошло столько разного Когда проводились научные исследования, развивалась коммерция и другие вещи, о которых не думаешь, когда заходишь в аптеку Сделай это для нас, Тилли Думаю, теперь я буду гордиться тем, что аптекари занимаются розничной торговлей Этого не стоит стыдиться, этим нужно гордиться Таким способом они несли здоровье в массы доступным и эффективным способом И этим нужно гордиться и относиться с уважением Думаю, нам пора Да, покидаем это славное место Мне жаль его покидать Это правда, очень жаль Особенно жалко, что мы больше не часть викторианской эпохи И все же нам пора Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Перевод Татьяны Вишневской Текст читал Роман Антонович Субтитры создавал DimaTorzok